Секунд собрал больше просмотров, чем все телепрограммы этого канала за месяц вместе взятые. Они сами себя наказывают, они сами себя изобличают, они сами показывают, что они стоят и кто они и что они. Нам для этого ничего не надо делать. Они боятся и поэтому ошибаются. Это всё очень просто. То, что нам остаётся сегодня делать, это аккуратно это фиксировать. Это может быть не пригодится нам завтра, но пригодится послезавтра. Может не послезавтра, но через пару месяцев. Довольно скоро. Это уже совершенно понятно. Поэтому, не занимаясь там обличениями и изобличениями, я хочу сказать, у нас есть вполне понятная и конструктивная повестка. Выборы 4 декабря всё равно состоятся. Это факт нашей жизни. Понятно, что отношение наше к этим выборам очень сильно поменялось, но есть то, что мы можем сделать. Мы можем прийти на них в качестве наблюдателей. Мы вот там вот слева от меня, справа от большинства из вас, вот моя помощница Лариса Бузунова, мы раздаём контакты и записываем наблюдателя. У нас в городе 600 избирательных участков здесь, на этой площади сейчас, я конечно не умею так вот оценивать, но очевидно, что больше людей. И мы можем прийти наблюдателями. Мы можем агитировать. Это не запрещается, есть определение конституционного суда. Мы можем агитировать всех своих знакомых, родных, близких. Если каждый по 10, по 20 человек сагитировать, это уже будет очень здорово. Агитировать их, приходить на эти выборы, как бы мы к ним не относились, в какой бы фарс они не были превращены. И не только наблюдать, но и голосовать. Голосовать против партии жуликов и воров. Это минимум, что мы сейчас можем сделать. Но это то, что нам всем очень сильно пригодится. В этом наше будущее. Друзья, я еще раз хотел сказать спасибо за то, что вы сюда пришли и за то, что вы мне помогали в ходе этой кампании. Если мы где-то что-то не доработали, простите нас, пожалуйста. У нас, у вас, у меня, у всех нас украли вот эту возможность 4 декабря на выборах честно сражаться и я уверен победить. Это очень обидно. Мы не должны, наверное, сейчас дать эмоциям, тем не менее, перехлестывать. Потому что мы можем еще до сих пор многое сделать. И в том, что мы можем сделать, есть смысл. Ну и, конечно, все равно не забудем, не простим. Спасибо. Смотрите, у нас нет какого-то формата длинных выступлений и особых мастеров в этих выступлениях тоже нет. Я писал, что мы собрались просто друг на друга посмотреть. Вот если я вижу со сцены там, не знаю, там около тысячи, наверное, в основном молодых людей с открытыми лицами, значит, мне везет. Но каждый из вас видит вокруг себя 999 таких людей. Это очень классно, посмотреть, что нас много. Нам ведь постоянно врут, что вот их-то много, а нас мало. Они-то нормальные, а мы странные. Но вот это не так. Здесь, для чего мы здесь пришли, сюда пришли? Убедиться в том, что они упыри, и их мало, а нормальные люди здесь. Вот и все. Привет славному городу Екатеринбургу. Я знаю, что москвичей здесь не очень любят, но тем не менее, я рискну сказать пару слов, мне кажется, и от москвичей, и от просто нормальных людей по всей стране. Это даже странно, как-то несколько выступать здесь, в Екатеринбурге, на митинге в защиту политических прав, потому что у вас их всегда было больше, чем у нас, например, в Москве. У вас были местные региональные партии, у вас был двухпалатный парламент, у вас редко запрещали митинги, у вас достаточно редко снимают, практически не снимали кандидатов. То есть у вас какая-то была политическая вольница. Но сейчас мы стоим у порога перехода в новое состояние, когда кучка каких-то жуликов и бандитов отнимает наши, ваши базовые политические права. Эти люди объединили специальную партию. Все мы знаем, как эта партия называется. Это партия жуликов и воров. Жуликов и воров. Вот здесь уважаемые сотрудники милиции снимают меня на камеру, чтобы потом посмотреть и понять, был ли в моих словах экстремизм. Разжигание ненависти какой-то определенной социальной группе лиц. Я пришел сюда, чтобы возбудить ненависть к социальной группе жуликов и воров. Мы ненавидим этих людей. Они воруют наши деньги и наше будущее, будущее наших детей. Мы что, не имеем права голосовать за того, хотим? Почему какой-то ваш мастерщиков, Мишарин и прочие какие-то отбросы решают, за кого мы можем голосовать, за кого мы голосовать не можем? Почему это ворье, у которого один ребенок в Лондоне, а второй ребенок в 25 лет был настолько талантлив, что инвестировал куда-то полтора миллиарда рублей, указывает нам, что делать, а что не делать? Просто на основании того, что он много украл, он считает, что он будет теперь за нас и депутатов выбирать. Мы должны сказать нет. И, может быть, к сожалению, уже сейчас Волков не станет депутатом, но у нас по-прежнему есть возможность мочить партию жуликов и воров. Каждый из нас знает, что делать. Мы должны записаться в наблюдателя. Классный эфемизм. Мы должны посвятить последнюю неделю агитации. Себе, своим родственникам, своим знакомым. Всем людям, которые в записной книжке вашего телефона. Сказать своей бабушке, своей маме, своим родителям и родственникам. Прийти и наблюдать на участке. Распространить эти газеты. И помнить, голосовать за любую партию против Единой России. Партии жуликов и воров. И здесь у них низкий результат. Население реально ненавидит. И на каждой встрече, которая здесь была, я вчера несколько раз говорил, сегодня я повторяю замечательные слова, которые просто бальзам на душу каждому человеку на Уралмаше единороссов бьют. Их должны бить по всему городу Екатеринбургу. Бить эту воровскую сволочь. За наши права, за наши свободы мы обязательно победим. Победа неизбежна. Потому что сила в правде. У вас это популярный лозунг. Сила в правде, сила за нами. Мы победим. А еще у нас есть печенки. Магнитики точнее. Мало за что мне так обидно во всей этой истории, как за миллион денег, которые мы со всей страны собрали и которые у нас просто сперли. Мы его потратили на 180 тысяч экземпляров предвыборной газеты. Классный, замечательный, в которой рассказывалась вся правда. И обо мне, и о моей программе, и о жуликах, и о ворах, и о Мишарине, и обо всех остальных. Это тоже им было очень страшно. Сейчас эта газета годится только на сувениры. Но если кто-то хочет взять такой сувенир, у нас их вот там вот много. Еще мы напечатали прикольные магнитики. Мы их хотели раздавать всем, кто меня поддержал, подписался. Но теперь они пусть будут сувениром с этого митинга. Их надо будет как-то аккуратно вот там взять, не создавая толпы. Мы напечатали две тысячи магнитиков. По платежной ведомости. То есть совершенно точно две тысячи. Поэтому аккуратно, пожалуйста, берите один магнитик в одни руки. Мне будет очень интересно посчитать, сколько их там останется и останется ли. Потому что мне кажется, что нас здесь действительно очень много. И смотрите еще. Значит, у нас все равно будет возможность избрать каких-то людей в законодательное собрание. Вот я когда ходил и агитировал на встречах в ударах, я говорил, почему я агитирую не только за себя на каждой встрече, но и для того, чтобы голосовать еще и по партийным спискам против партии жуликов-поваров обязательно. Потому что я говорил там бабушкам на встречах, что если вы меня выберете, эффективность моей работы во многом будет зависеть еще от того, а кто там еще будет в областной думе. Там должно оказаться максимальное количество достойных людей. Такие люди есть, они идут по спискам разных партий, плевать, как эти партии называются, главное, чтобы были люди хорошие. И если у кого-то сейчас есть желание и возможность этим людям помочь, поволонтерить, это тоже будет очень здорово. В любом случае, чем больше будет разных людей в областной думе, тем лучше будет. И я сейчас прошу подняться Андрея Ольшевских, он мне очень сильно помогал в ходе кампании и на всех наших против митингов. Без агитации, просто пару слов.